Всем привет, привет! Рада, чтобы снова на моем канале. Сегодня мы с вами сделаем такой достаточно сложной формулировки расклад. Сам-то он, наверное, не будет таким сложным. Звучит он следующим образом. Что вам себе нравится и не нравится с позиции вашего представления о женщине? Если меня смотрят мужчины, то я не знаю, что вам здесь нужно посмотреть. Я сначала думала сделать и о мужчинах, то есть о женщине и мужчине, а потом передумала. Не знаю, сегодня я хочу просто поговорить о женщинах. Почему, скорее всего, я решила сделать этот расклад? Готовя новый урок, новое занятие к курсу «Мифология 2», я наткнулась на миф Тесея про кростово ложе. Как оно звучит на русском языке. И сам этот миф, он меня как раз-таки натолкнул на ту идею о том, что с детства, особенно нам, девочкам, да, все время говорят о том, как правильно себя вести и как неправильно. В дальнейшем, как должна, не знаю, по стандартам, например, моды, там, красоты, как в идеале должна выглядеть девушка, да, каких там она размеров должна быть, либо какой внешностью обладать, дальше, какой она должна быть, там, хозяйка, матери и так далее. Очень много разных ролей. И вот это вот общее такое представление картинки, оно настолько навеяное системой и какими-то убеждениями, что в конечном итоге получается как раз-таки тот момент, и очень много комплексов у женщин, у которых нету достаточно осознанности в плане того, что вот мне это в себе что-то нравится, мне не нравится. Как мы понимаем, что нам нравится, что не нравится. У нас как раз-таки есть вот этот вот некий идеал, которым мы стараемся, стремимся соответствовать, что ли. Вот. И я вспомнила известное всем выражение «не создави себе кумира». Так вот, вот это вот представление о женщине, да, это и есть тоже некий своего рода некий такой кумир. И для тех, кто не в курсе мифа про Тиссея и про хрустово ложе, вкратце расскажу, почему она меня ловила на этот расклад. Когда Тисей шел на встречу, на первую встречу со своим отцом, он так же, как и многие герои, в Древней Греции должен был преодолеть какие-то сложности, да, какие-то преграды на своем пути. Все мифы, они метафорические, как правило, они говорят о нашем внутреннем состоянии, о том, что мы должны преодолеть внутри себя. Так вот, про хрустово ложе говорит о том, что когда Тисей, значит, двигался на своем пути, он встретил одного из, он встречал нескольких злодеев. Один из них был про хруст, если я правильно говорю, имя этого злодея. Что он делал? Он заманивал путников к себе домой, у него была ложа определенных размеров, вот. И если путник был больше размеров кровати, вот этого ложа, да, он отрезал ему ноги и голову. Если он был, наоборот, короче, то он вытягивал ноги до тех пор, пока их не отрывал. Такое жидкое немножечко и... Как это? Насильственная картинка, вот. Но она, в принципе, на самом деле очень хорошо показывает наше отношение к самому себе, да, насколько мы насильственно относимся к себе, когда начинаем сопоставлять себя с тем идолом, да, вот с тем вот этим вот ложем, стандартом, которые есть навеяны системой, насколько мы... Вот прям, я не знаю, как-то насильным своей души. Вот. И вот этот миф, он как раз и навел меня на данный расклад. Поэтому с вами сегодня мы посмотрим, что вам нравится, что вам не нравится в контексте как раз и вашего представления о женщине, да, о том, не знаю, какая она должна быть. Вообще о своем представлении о женщине. Не буду конкретизировать в общем. Ну, а для вас вот это вот вступление как раз-таки на... на подумать. Не в контексте того, почему мне это нравится, либо мне там не нравится, и то, и другое является оценкой. Оценкой себя и... А для чего вот эта вот оценка дается? Когда она, скорее всего, выявляется. Когда мы начинаем себя сопоставлять, сравнивать, да, в данном случае мы себя сравниваем с неким таким идеалом, который мы сами себе сотворили. Ну, опять-таки, это сотворение, оно было неосознанное. Скорее всего, изначально оно идет из семьи, да, когда мама, ну, как правило, мама занимается воспитанием, обучает девочку, да, как ей быть, как нужно разговаривать, какую одежду надевать и так далее, и так далее. То есть изначально вставляют ее в некие такие рамки в дальнейшем, там, окружение, социум, возможно, будущий спутник, муж и так далее, и так далее. Вот сегодня женщина чему-то, либо она сама хочет себя соответствовать каким-то рамкам и стандартам, точно так же, как на этом ложе. И до тех пор, пока мы этим занимаемся, да, то, по сути, мы являемся злодеями по отношению к самим себе. Задача этого расклада, не увидишь, что вам нравится, что не нравится, ради праздного такого интереса, как, в принципе, все мои расклады, они не для развлечения, а на подумать. Но, окей, если кто-то не хочет, ну, хочет просто послушать и развлекаться, то, по шагам, здесь осуждений никаких не может быть. Но если кто-то хочет задуматься, то задумайтесь, а почему вот это вот вам в себе нравится или не нравится по отношению, то есть не просто вам не нравится или не нравится, но идет в сравнении по отношению к чему-то, по отношению к тому стандарту, который вы сами себе создали. И здесь как раз-таки речь пойдет не о том, что вот вам нужно что-то принять, да, либо наоборот не принять, что-то улучшить в себе, а задуматься немножко о другом, в другом ракурсе посмотреть на этот вопрос. Почему вы себя сопоставляетесь с представлением о том, какая, какая должна быть женщина? То есть зачем вам этот образ, для чего вы его создаете, а потом себя сравниваете и тем самым насиливаете? Кстати, это тоже очень большой порог, когда мы занимаемся как раз-таки самонасилием, да, самобичеванием. Вот такая была подводка, ну, давайте приступим. Позиции видите, тайм-коды всегда есть в описании. Мы с вами приступаем, позиция номер один, голубенькие камешек. Итак, смотрим, единички. Сначала посмотрим, что вам нравится в соответствии. Знаете, вот я сначала думала, может быть, выложить несколько карт, как сигнификатор вашего представления, да, о женщине. То есть какая такая же, какая женщина вот именно для вас. Потом решила этого не делать. Вот, а сразу приступить к главной теме вопроса. Что вам нравится? Что вам нравится не просто нравится в себе, а опять-таки в соответствии вот с этим кумиром, с этим образом, с этим представлением о женщине, которая у вас есть. Король кубков. Вам нравится нежность, вам нравится в себе, то есть скорее всего у вас есть это представление, то есть если вам это нравится, значит у вас такое представление о том, что вот женщина должна быть нежная, ласковая, понимающая, принимающая, умеющая управлять своими эмоциями. Но при этом вот в данной колоде король кубков говорит о том, что вот какое-то свое социальное проявление человек ставит выше каких-то своих эмоций. То есть здесь, с одной стороны, не то чтобы присутствует осознанность, а здесь вот именно в описании данного короля кубков, в этой колоде речь идет о том, что человек, когда начинает выбирать как-то свои эмоции и возможно как-то свое позиционирование в социуме, он больше склоняется все-таки к некому такому статусу. То есть больше акцент предпочтения дает тому, как он выглядит, какое впечатление, возможно, он создает на людей, какое влияние, возможно, как он умеет управлять вот своим вот этим, знаете, мягкостью, насколько умеет создавать комфорт. Комфорт, но здесь комфорт не с точки зрения, как короля педагли, да, в бытовом смысле, а здесь вот именно в коммуникации, да, то есть в умении выслушать другого человека, да, в умении, я не знаю, в нужный момент, возможно, обнять, прикоснуться, как-то, вот знаете, приласкать, найти какие-то теплые слова. С одной стороны, это тоже может быть своего рода манипуляция, потому что все-таки здесь не то, чтобы у человека прям искренний такой порыв, он присутствует, но разум все равно имеет как-то вот большее влияние в этом короле кубков, нежели эмоции. То есть здесь как раз-таки тот уровень человека, который умеет, то есть знает, как бы-то сказать, сейчас найду правильные слова, когда, знаете, умеет человек держать лицо. То есть бывает такая ситуация, да, что кто-то может там, я не знаю, слишком эмоционально выразиться, да, либо на основе своих каких-то эмоций, там, не знаю, в порыве какого-то аффекта, да, как-то поступить, ну, легкомысленно, давайте так скажем. В данном случае здесь король кубков говорит о том, что вы можете сдержать, да, то есть себя и в обществе, особенно если это в присутствии многих людей, да, то есть вы можете держать вот это лицо, сможете держать маску, правильно себя преподнести. Здесь показать, что вот у вас есть не то, чтобы это гордыня, а какая-то гордость, да, что у вас есть какая-то такая своя позиция, да, и вы готовы собственные какие-то эмоции подавить для того, чтобы как-то не упасть лицом в грязь, да, здесь вот такое. И вам это очень нравится, да, то есть вот, знаете, здесь по этому аркану идет какая-то такая роскошь, может быть, врожденная аристократичность, вот это вот вам нравится, что у вас есть манер, да, что вы умеете себя держать. Вот аристократичность, это вот полностью описывает этот аркан, в нем есть и богатство, в нем есть богатство вот именно внутреннего состояния, с другой стороны есть хорошо развитая эмпатичность, вот психология, понимание, да, других людей, понимание потребности души именно другого человека, да, поэтому вот вам нравится вот эта мягкость, но эта мягкость не по королеве Курпов, которая, знаете, такая пассивная и очень покладистая, у этого короля есть своя точка зрения, да, то есть он, знаете, если надо, допустим, вы понимаете, что нету какой-то перспективы, например, в отношениях, а насколько бы вам больно не было, да, вы можете сделать первый шаг для того, чтобы выйти из каких-то вот болезненных отношений, да, причем не в плане, там, не знаю, конфликта какого-то, а вот именно с высоко поднятой, гордо поднятой головой, то есть вот здесь мне такой образ идет человека, и вам это нравится. Что вам еще нравится с позиции вашего представления о женщине, ваше терпение? Смеркопедакли в данном случае говорит о природной какой-то терпеливости, знаете, умение сглаживать углы, мягкости, гибкости, вот здесь такое, знаете, по энергиям, я не знаю, как это можно передать, но такая, такие очень правильные черты женщины, которые с одной стороны умудренные опытом, да, то есть у нее есть, присутствует мудрость жизненная, а с другой стороны вот присутствует вот эта вот мягкость, гибкость, теплота, терпение, понимание, да, то есть такое ощущение, что вот как будто бы, знаете, истинная, истинная женщина, вот как-то так, вот это вот вам нравится в себе, причем терпение, не в плане того, что я терплю, как со мной будут относиться, да, как ко мне будет относиться, если даже это несправедливые какие-то поступки, это не про вас, это не про это терпение, здесь терпение, когда, терпение без как понимания, да, например, если человек, там, не знаю, пришел уставший с работы и по каким-то причинам на вас накричал, да, вы не будете вступать в конфликт, вы как-то дадите место тому, чтобы эмоции успокоились, и только после этого вы можете выразить какую-то свою точку зрения, да, и опять-таки это не обязательно как-то словами, а здесь может быть как каким-то своим поведением, либо даже взглядом, когда человек понимает, что он ошибся, да, и после того, как он придет извиняться, да, вот тогда вы можете спокойно рассказать, что да, мне не понравилось, это так, пожалуйста, в следующий раз не делай, то есть вот здесь такое вот это вот понимание, понимание вот именно умение владеть эмоциями не в контексте, что мне не нравится, я вот нажала на кнопочку, я больше это не чувствую, нет, а как в контексте понимания природы эмоций, то есть откуда они появляются, да, почему человек так эмоционирует, здесь вот прям люди, хочется сказать, вот хорошие психологи, от природы хорошие психологи, не в профессиональной сфере, а вот по жизни хорошие психологи в плане понимания человеческой души, то есть вы больше опираетесь на чувственную в свою сторону, но при этом нельзя сказать, что вот вы у нее идете на поводу, что, например, решение вы принимаете эмоционально, нет, здесь есть, здесь присутствует осознанность, но при этом вот какая-то даже не эмоция, а здесь вот именно состояние, чувство, что-то такое более глубинное, и это вам нравится, что вам не нравится, что вам не нравится, аркан мира и пятерка жезлов, вам не нравится по пятерке жезлов, давайте посмотрим сначала, вам не нравится какая-то внутренняя борьба, которая присутствует, то есть какое-то, знаете, неудовлетворение собой, а с чем оно связано, с тройкой пендакли, знаете, есть такое ощущение, что вы как будто бы очень много работаете над собой именно в контексте того, чтобы создать из себя какую-то вот идеальную, не знаю, идеальную женщину в вашем представлении, в некоторой такой степени, знаете, какая-то такая античная фигура с качествами, ориентированной на добродетели, то есть это вот вообще как будто бы не современная какая-то женщина, а здесь вот как будто бы склад ума, что ли такое, либо ваше представление о том, как должна себя вести женщина, здесь очень много, знаете, как это, когда смотришь на актрису, на Быстрицкую, да, вот в ней есть вот это вот какой-то аристократизм, особенно в фильмах, да, в старых, там, где она играла, вот есть вот этот вот подбородок, да, когда она поднимает наверх вот этот вот взгляд, есть в этом что-то, а с одной стороны женское, мягкое, красивое, а с другой стороны есть какая-то сила, ты ощущаешь вот внутреннюю силу женщине, которой не то чтобы хочется поклоняться, а хочется действительно, я не знаю, как-то иметь такую женщину как минимум рядом с собой. у вас есть вот это вот представление по тройке педаклей, какая должна быть женщина, и вам не нравится как раз таки то, что вот в каких-то моментах у вас есть вот эта вот внутренняя борьба, неудовлетворение, то есть есть что-то, что вас не удовлетворяет, что вот вы не можете стать такой, какой вы в голове держите какой-то идеал, возможно это имеет отношение к вашему внешнему виду, к телу в данном случае, возможно вас не удовлетворяет как-то, не знаю, либо ваше физическое состояние, либо ваше тело, и здесь вам вот это не нравится. Возможно вы не получаете так быстро тех результатов, которые хотите, то есть такое ощущение, что вы вкладываетесь, да, что-то работаете с собой, своим телом, но не получаете тех результатов так быстро, как вы их хотите, и вам это не нравится. То есть здесь такое ощущение, что вот вы как будто будут удовлетворены своим характером, но вас не удовлетворяет ваша внешность. Причем, если мы говорим о внешности, то здесь речь идет о нижней части, да, то есть это может быть бедра, ноги, живот, вот что касается нижней части тела, здесь так показывают, и вы это не принимаете. С другой стороны, акан мира говорит о том, что он... Сейчас, секундочку. Знаете, здесь у меня такое чувство, что вы был королевой Пиндак, у меня такое чувство, что вы себя как будто бы не принимаете, вам не нравится. тот момент, что вот в вашем представлении женщина, она какая-то, знаете, вот постоянная, что ли, она заботливая по королеве Пиндаке, она вот какая-то такая, знаете, очень внимательная, та, которая умеет ценить себя, да, как-то вот уважает, а здесь у вас такое ощущение, что вы как будто бы таким человеком не являетесь, вот вы по природе такая, знаете, очень сильная, болевая, вроде как бизнес-леди, да, которая хочет, идет, берет, вот, и вот ваша как будто бы природа, она не вписывается вот в этот образ женщины, которая какая-то вот такая, знаете, заботливая, домашняя, как-то, знаете, в некоторой степени даже преданная. То есть здесь такое интересное противостояние, да, что с одной стороны вам нравится эта мягкость, это вот прям вот полностью как будто бы описывает королева Пиндакли в некоторых моментах, да, а с другой стороны вам кажется, что у вас этого нету, и вам это не нравится, не потому что у вас это нету, а потому что у вас как будто бы какой-то вот другой характер, здесь ваше представление о себе, оно, то есть вы выделяете какую-то одну грань, а на другой как будто вы закрываете глаза, либо не обращаете на нее внимание, но все равно кажется, что вы такая больше огненная, такая страстная, яркая, умеющая идти к цели, получать то, что она хочет, вот, и вот ваше представление о том, что вот это, скорее всего, больше какие-то огненные мужские качества, что они не вписываются в образ женщины, и что женщина должна быть вот как будто бы более, не знаю, на ступеньку ниже по энергии той, что я описала, то есть более как будто бы, не то чтобы пассивная, а какая-то более умеренная, а у вас природа такая вот очень огненная, да, страстная, и поэтому вам не нравится в себе то, что вот у вас как будто бы и нету этой королевой Пиндакли. Так, сегодня мне не дадут записать расклады, мои собаки гавкают. Хорошо, давайте посмотрим, почему, почему вам нравится то, что я описала, и почему вам это не нравится. Значит, почему вам нравится ваш король куб, о котором я говорила. Почему нравится? Потому что это двойка кубков, потому что это дает вам какое-то внутреннее умиротворение, гармонию, внутренний балласт, то есть вы умеете, да, как я уже сказала ранее, управлять своими эмоциями, и это вас наполняет, то есть вот эта вот мягкость, которая вам нравится, ожидание, терпение, это вот вам прям очень нравится, и оно как-то уравновешивает вас. То есть вам нравится это состояние. А почему вам не нравится то, что я описала? Так, потому что здесь есть возможность на, либо не дает вам возможность каким-то переменам, либо дает, нет, наоборот, не дает, не дает возможность как-то поменять. Почему вам нужно изменить ее? А почему вы не принимаете вот эту утолкненность? Потому что вы как будто, вы знаете, более какой-то рассудительный здесь человек. Я поняла. Здесь появилась третья грань ваша, да, по мячовости, да, то есть человек такой интеллектуально развитый, который любит все продумывать, да, то есть в некоторой степени мыслитель. А вам не нравится, что у вас нет вот этой вот королевы педакли, что нет какой-то стабильности. Почему? Потому что вы, вам нравится как-то больше развиваться. То есть здесь королева педакли, она идет в качестве стабильности и постоянства. А у вас этого нету. Почему? Потому что у вас есть вот эта вот внутренняя любовь к жизни и желание все время что-то новое узнавать, как-то двигаться вперед. А вот это вот движение, оно как будто бы идет в противорез стабильности. Поэтому у вас, почему вам не нравится вот эта вот ваша огненность? Потому что, опять-таки, как я уже сказала ранее, у вас есть представление о том, что женщина это вот как будто бы, не знаю, 24 на 7, она дома, она ухаживает, она заботится, она какая-то постоянная, она все время даст какую-то поддержку мужчине, она очень преданная, верная и так далее, и так далее. То есть такие хорошие качества, но для управления дома. А вы, как я уже сказала ранее, как будто бы ощущаете себя по природе человеком вот как ветер. И вот этот вот ветер невозможно закрыть в бутылку, какое-то закрытое пространство. Для вас королева педагли это вот эта вот бутылка постоянная. И вот это вам не нравится, как будто вы желаете здесь сломать себя для того, чтобы соответствовать вот этому образу, что женщина, ждущая женщина, ждущая, ожидающая, да, например, если она замужем, когда муж придет с работы, да, там что-то приготовить, сделать, поухаживать за ним. А вам это нравится? Я не могу сказать, что не нравится. Но с другой стороны, у вас очень яркая личность. И вам кажется, что из-за того, что вы не являетесь такой, вы как будто бы не ощущаете себя полностью женщиной. Очень много каких-то таких мужских качеств, там, я не знаю, интеллекта, очень развитого проницательности, мудрости, да, то есть к вам, допустим, у мужчины могут приходить за каким-то советом, да, то есть люди к вам приходят за советом. Здесь ощущение того, что я хочу быть спокойной, и стабильной, и так далее, и так далее, вот то, что я говорила о Королеве Педаке, а вы такой не являетесь. Вы просто, это не ваша природа, поэтому вам не нравится. И сколько бы вы ни старались это изменить, у вас как-будто бы это не получается, и вот мне хочется сказать, не делайте этого, будьте собой. То есть от того, что вы не будете стабильной, в этом нет ничего плохого. Стабильная в плане постоянства, да, то есть вы по своей натуре, может быть, человек непостоянный. У вас есть, допустим, какие-то привычки, у вас есть какие-то свои ритуалы, автоматизмы, но по природе своей вы не постоянны, потому что вы очень быстро по краю мечей увлекаетесь, да, у вас очень много огня и воздуха, очень много разных мыслей. и вам, возможно, в отношениях будет достаточно сложно. По ощущению здесь идет то, что вы не тот человек, который там захочет встречаться, например, когда создаёте отношения каждый день. здесь такое чувство, что хотите что-то такое неожиданное, чтобы оно было внезапное, очень много, чтобы было сюрпризов. И вот, и при этом, чтобы вы как будто бы не теряли свою личность, свою какую-то индивидуальность. Подумайте, зачем вам эта королева пиндаклей? Для чего вы её себе берёте и прям хотите, чтобы соответствовали ей? Может быть, вам это не надо? Ну, то есть здесь есть над чем подумать. Итак, позиция номер два, красненькие камешек. Причём, пока я делала первую позицию, такая активность у меня была дома, что, и говорит о том, что вы по природе своей такой активный человек, как минимум изнутри, то есть очень беспокойный ум, с хорошей точки зрения беспокойный, то есть интересующийся, увлекающийся. Итак, позиция номер два, красненький камешек, двоечки. Что вам нравится в себе с позиции вашего представления о женщине? Девятка пиндаклей. Что вам нравится? Что вы есть женщина, хочется сказать, само совершенство. Вам это нравится, да, хорошо стоящая на ногах. Вот можно сказать, что вы являетесь неким таким идеалом женственности. По крайней мере, себя вы так оцениваете, это хорошо, это здорово. То есть здесь вот прям человек, который с точки зрения представления женщин, какой она должна быть, да? Вы остаётесь удовлетворённым, то есть вам вот всё нравится. Что ещё вам нравится, да? Король пиндаклей. Вам нравится, что вот вы любите, знаете, со собой ухаживать, вы любите, возможно, вкусно и как-то вот какие-то блюда такие очень, как они называются, не изящные, как-то по-другому, гурме, то есть вам хочется сказать, что вот вам в себе нравится всё, потому что вы как будто бы видите вот это своё представление, да, какой должна быть женщина, и вот вы полностью соотноситесь, ну, как минимум, вам люди говорят об этом, да, что вот вы прям очень-очень женственная. Что ещё может нравиться? Вам нравится, что вот вы как женщина за собой ухаживаете, что вы там за собой смотрите, там, маникюр, волосы, там, декор, спа и всё такое, как минимум массажи, то есть вам это всё очень нравится в себе. Что ещё? Что вы никуда не торопитесь, да, что вы такая вот достаточно постоянная, стабильная, да, то есть вы получили три педапливых аркана, что вы не меняйте коней на переправе, что вы так поступательно идёте к своей цели. То есть с точки зрения внешности вы вот тот человек, который постоянно над собой работает, да, то есть ухаживает. Нельзя сказать, что вот вы та женщина, которая будет дома в каком-то ванном халате, да, и в носках одеть. Нет, это не про вас, то есть вы, как минимум, ваша надежда, она будет чистая, она будет опрятная. То есть то, как вы выглядите для вас, ей, уход за телом, да, для вас это важно. То есть для кого-то, например, после души очень важно, я не знаю, обмазаться какими-нибудь маслами либо лосьоном. Даже не с точки зрения ухода, ну, с точки зрения красоты, а скорее всего с точки зрения больше практичности, особенно если у вас сухая кожа, это такое ощущение, что вот у кого-то, особенно зимой, сухая кожа, и как-то она либо шумшится, либо как-то трескается, вот, и вот это для вас является своего рода уходом, да, за кожей, уметь ее увлажнять. Ну, это тоже чисто такие женские, поверь-таки сказала, сама себя остановила, да, убеждение, что это вот женский такой уход. То есть вам это нравится. Что вам не нравится в себе с позиции вашего представления о женщине? Я вам не нравится там повешенной, что иногда вы слишком жертвите, что, возможно, в некоторых моментах, особенно если вы живете в тех странах, где женщина является вторым сортом, соль за выражение, ну, вот именно так, то есть женщина не имеет тех прав, которые имеют мужчины, да, то вот это вот вам может не нравиться. Возможно, то, что я, допустим, как женщина, мне приходится идти где-то на уступки на какие-то моменты, да, вот вам не нравится, почему я как женщина должна идти на уступки. Здесь очень ярко выражено то, что я неравноправие некое, да, вот вам это не нравится, что у женщин нет в чём-то, либо в каких-то моментах равных прав с мужчинами. Я не знаю, почему здесь такое вышло. Что ещё вам не нравится? Ещё одна педальевая карта, да, двойка педателей. Она как раз и говорит о том, что вам не нравится, что как женщина, возможно, вы нерешительны, что иногда вам сложно как-то определиться, не знаю, на чью сторону, например, встать, да? То есть, возможно, вам кажется, что есть такое у вас представление, что какой-то такой более уверенный в себе женщина. И вот вы здесь не вписываетесь в это, что у меня нет уверенности. А какая женщина должна быть для вас? Здесь восьмёрка педаклей говорит о том, что та, которая, знаете, постоянно работает, либо работает над собой, либо является как-то вот мастером какой-то профессии, да, либо женщина, которая зарабатывает. То есть у вас такое краски... Почти все педаглевые карты выпали, не считая шута. У вас почему-то для вас очень важный, значим, да, как девятка педаглей, что вышла в начале, чтобы женщина была финансово как минимум независима. То есть идеальное такое представление, что женщина независима, у нее есть свои деньги, она может делать, что она хочет, она может ими распоряжаться так, как она хочет. У меня такое ощущение, что, возможно, вот в вашей жизни на этом вы делаете акцент, на данный момент, что вам... здесь есть некий такой присутствует дефицит, да, и он не дает вам возможности ощутить себя полноценно вот именно женщиной. Поэтому вот эта вот позиция, да, по повешенному, что я как будто бы зависима. Здесь позиция зависимости. Вам не нравится, когда женщина зависит от кого-то, да, я не говорю, что от мужчины, а вообще от кого-то. Это вам не нравится. Хорошо. Почему вам нравится, теперь посмотрим, почему вам нравится вот эта вот ваша девятка пидаги, король пидаги, тройка мечей ваше... Так, интересно. Значит, вопрос будет сейчас следующего у вас. Почему вам нравится быть самодостаточной, что у вас это есть? Потому что это как раз-таки то качество, которое помогает вам двигаться дальше, да, это то качество, которое помогает преодолеть какую-то сердечную боль, да, то есть то, что вам не подчиняет боль и разбивает сердце. Вот я говорю, по крайней мере, сейчас, да, на данный момент. Финансы для вас это вот ваше уязвимое место, потому что если вы был аркан смерти, говорящий о том, что я хочу это все, вот эта вот боль, зависимость, которая у меня была, оставить позади. Поэтому для меня очень важно, чтобы человек, в данном случае женщина, да, чтобы она была независимой. Вот именно слово независимое, ни от кого оно действительно для вас важно. Это вот ощущение некой такой свободы. И, возможно, здесь финансы, они дают вам как раз таки вот это вот чувство свободы, которое вам необходимо. Хорошо, а почему вам не нравится вот ваш повешенный и двойка пендапли? Верховная жрица, тайна. Потому что вы, у вас нету возможности, и девятка мячей здесь говорит о том, что открыто показать то, что вам не нравится. Да, то есть вот это вот неравенство и дискриминация в правах у женщин, она заставляет вас в некой степени, да, как-то ночью тихо никому не показывая плакать в подушку, да, то есть показывать свою какую-то вот беспомощность. То есть у вас как будто бы нету возможности открыто высказать свою позицию, да. То есть здесь должна быть верховная жрица, здесь должна быть какая-то тайна. Это нужно скрывать. Причем, что вы скрываете? То, чего вы боитесь. То есть вот эта позиция, она вынуждает вас скрывать свои страхи, свои опасения по поводу, возможно, вашего будущего. Где-то может быть какое-то чувство вины, то есть не нравится не то, что вы это проживаете, а не нравится то, что у вас как будто бы вы про это сказать не можете, да, что вы не можете это озвучить, вы не можете это вытащить из себя. Вот это вот вам нравится. Так, это была вторая позиция. Сложный какой-то расклад сегодня, я его столько раз записываю, переписываю, записываю, все время что-то отвлекает. И поток такой неясный, непонятный. Позиция номер три. Смотрим вас, троечки. Что вам нравится в себе с позиции вашего представления о женщинах? Королева жезла, да, то есть здесь представление женщины. Если второй позиции была девятка Пентагли, такая, знаете, самодостаточная, но с другой стороны она какая-то больше интровертная. То есть здесь наоборот, королева жезла говорит о яркости, о коммуникабельности, о таком, знаете, социальном существовании, о проявленности, об открытости. Здесь есть такая, знаете, огненность, подвижность, общение, очень много связей. Ну, как минимум, если это не в личной вашей жизни, то профессиональной, да, то есть вы общаетесь как-то с клиентами, общаетесь с людьми. Вам это нравится. Плюс ко всему вам нравится то, как вы выглядите, возможно, вам нравится ваше тело в контексте того, что оно вам спортивное, что оно потянутое. Здесь так тоже интересно. По-моему, у второй позиции, да, я говорила о сухости кожи, но только там она была холодная в зимнее время. Здесь как будто бы вам такое ощущение, что вам не хватает воды. Вот это вот ваш жар немножечко поубавить. не знаю, может быть, здесь у вас часто ожоги бывают, особенно если это летом, вот какие-то загары, ожоги от загара. Тоже какая-то сухость, только сухость от солнца. Не то, как земля отрезкается, а здесь вот как раз-таки какое-то вот выгорание. Возможно, я могу предположить, что вам нравится цвет вашей кожи, что она не... что-то смуглые, либо вам нравятся смуглые люди. не такая белая, прозрачная, кустальная, какая-то кожа, а именно загар, ну, либо вы любите загорать, то есть здесь такое тоже может быть. Вам нравится то, кем вы есть, я вот так могу сказать, как в характере, так и во внешнем виде. Что еще вам нравится? Вам нравится то, что вы умеете любить, да? Вам нравится вообще взаимодействовать с людьми. Интересный такой момент, да, с одной стороны, может быть, ваша коммуникация не получается, да, то есть может вас очень сильно раздражать какое-то вот общение с людьми, а с другой стороны, сказать, что вот вас как-то изолировать и сделать из вас отшельником, а будет это сложно, вы будете страдать. Если действительно какое-то социальное существо, вот, вам нравится, вот вы получаете от этого какие-то балансы, эмоции, и вообще взаимодействие с людьми, особенно здесь с мужчинами, оно как будто бы вас уравновешивает. Что еще вам в себе нравится? с позиции представления женщины? Нравится ваша активность, нравится ваша решительность, а причем, знаете, вам нравится, что вы можете решать задачу как с помощью других людей, то есть вы, вам не зазорно, как это попросить о помощи. Также вы можете решать задачу и самостоятельно, наравне с мужчинами. Здесь такое вот ощущение, что если вот во второй позиции на море было чувство некой такой дискриминации, где женщина как будто бы на ступеньку ниже мужчины, здесь на равных, причем не просто вы на равных, вы все время это как-то показываете в своих каких-то диалогах, что я не хуже, особенно, знаете, вам нравится как-то бросать, даже не то, что нравится, когда вам бросают вызов, что мужчина, ой, это женщина, я не знаю, не способна на это. Особенно, допустим, если это спортзал, к примеру, вы можете потянуться такое же количество, если не больше, как мужчины, если их занимать, либо там отжаться больше, чем мужчины, и вот вам нравится это показывать, что, понимаешь, что я женщина, но я могу делать то, что может делать и мужчина, иногда могу даже делать лучше, чем я. То есть, вот здесь какое-то, не то, чтобы вы меряете силами с мужчинами, у вас очень много жизненной вот этой вот энергии, активности, здесь, например, вы можете участвовать в марафонах, да, к примеру, бегать наравне с мужчинами и при этом выигрывать. Вам это как будто бы нравится, есть в этом некий такой азарт для вас. То же самое, что, например, и в сексуальной сфере, что вы, например, открыто можете выражаться с мужчинами, да, по сфере, что вам нравится, не нравится, не знаю, говорить. То есть, вы не та партнерша, которая будет молчать. вам нравится, возможно, что-то экспериментировать. То есть, здесь есть такой огонек, скорее всего, он связан с ощущением того, что я, не то чтобы я хуже, лучше, а я на равных. Но здесь не просто я на равных получаю от этого удовольствия, а вот это вот ваше чувство какой-то вот игры, азарта. Я хочу, то есть, я могу тебе доказать, да, что я могу так же, как и ты. То есть, вы как будто бы действительно здесь с мужчиной как-то соревнуюетесь. Но с хорошей точки зрения не для того, чтобы победить. Здесь какое-то олимпийское соревнование, да, то есть, соревнуемся не для того, чтобы, я не знаю, победить, а для того, чтобы вот как-то самоутвердиться, что ли, внутри себя, получить какую-то сатисфакцию. Здесь, что я молодец, что я хороша, что я прекрасна. Здесь вот это вот нравится вам очень, и вообще вам нравится общение с людьми, которые, возможно, не похожи на вас, вот, либо общение с мужчинами, оно вам как-то вот вас обогащает, вам это нравится. Хорошо, что вам не нравится, да, с позиции вашего представления о женщинах, ну, что вы страдаете, королева, ой, тройка мечей, артаншута и звезда. вам не нравится какие-то переживать, какие-то чувства, вам хочется, чтобы вы были, знаете, скорее всего, как мужчина, как некий такой воин, и, может быть, вам кажется, что мужчина умеет очень хорошо скрывать как-то свои эмоции, вам хотелось бы, да, вам не нравится вот эта вот ваша эмоциональность, переживание, ваша ранимость, возможно, вот эта вот чувствительность, что вас как-то легко задеет. и, да, вы это, возможно, не покажете, но это есть внутри вас какая-то, может быть, скорбь, может быть, вы чрезмерно как-то переживаете, сопереживаете другим людям. Вот это вот как женщина вам не нравится, что это у вас есть. По шуту я вот смотрю, что вам еще не нравится. Знаете, у меня такое чувство, что как будто бы у вас нету привязанности, как женщина, что вот, возможно, вы легко выходите из каких-то отношений, если понимаете, что они не складываются. Какая-то вот, знаете, такое ощущение, что действительно здесь как будто меня смотрят мужчины, да, больше такой мужской энергии, не в плане там баба-мужик, а в плане именно каких-то качеств, которые свойственны больше мужчинам. То есть, знаете, вот отсутствие привязанности, обычно мы говорим, что, опять-таки, это установка, но мы говорим о том, что женщина как-то привязывается, да, в отношениях, она больше чувствительна, и при разрывах она как будто бы больше страдает. здесь такое ощущение, что у вас этого нет, вот этого качества, и вам не нравится, возможно, вы иногда даже в себе сомневаетесь в плане того, что, а почему, а почему я такая, да, то есть, допустим, вам сказали, что окей, мы расстаемся, ну да, окей, давай будем просто друзьями, если нет, ну, то все, да, идем с вами на дорогу. То есть, в каких-то моментах вам не нравится, что, возможно, вы поступаете как-то легкомысленно, такое тоже может быть, что, вот, с одной стороны, да, вы по королеве жезлов, вы достаточно умная, опытная, давайте так скажем, женщина, а с другой стороны, в каких-то моментах вы можете быть очень наивной, причем эта наивность, она как будто бы именно как женское качество, и вам это не нравится, там, ну, я не знаю, допустим, вас кто-то обидел, там, я знаю, любимый человек что-то сказал, какой-то косяк совершил, и на следующий день и вы говорите, все, я больше с тобой не буду общаться, да, я обиделась, вот, а потом на следующий день он, не знаю, приходит, приносит вам какой-то подарок, цветы, то, что вы любите, и вы разомлели, вот это вот вам не нравится, что, возможно, вы как-то подаетесь на какие-то удобки, да, на какие-то манипуляции, такое тоже вам может не нравиться. с другой стороны, вам не нравится вот какой-то, какая-то дистанция, которая присутствует здесь, не знаю, вам не нравится, что к вам относится, может быть, мужчины к вам относится, как к маленькому ребенку, что ли, здесь какое-то вот отношение к вам, оно не нравится, и не нравится, почему, потому что, вот, то есть такое чувство, что вот если вы были мужчиной, да, с этими качествами, к вам было по-другому одно сесть, а вот из-за того, чтобы женщина, да, вот вам как-то какую-то вот дистанцию держит, что ли, нету какой-то теплоты, я не могу понять, с чем это связано. Вас как будто бы не видят как конкурентно способного, что ли, человека, если это касается профессиональной сферы, то есть как будто бы к вам относятся как к маленькому ребенку, что ли, где-то может быть в большей степени как-то вот заботиться, что-то о вас думают, да, то есть за вас скорее думают, не о вас, а за вас, и вот возможно вам не нравится, вам не нравится то, что в каких-то моментах вы, вам как будто бы не дают право, да, принимать какое-то решение, возможно, вам не дают где-то какое-то вот право проявить себя, да, вот в силу того, что вы женщина, быть каким-то лидером активности, я не знаю, здесь какая-то специфическая ситуация касается, возможно, вашей профессиональной сферы, может быть, у вас профессия какая-то такая специфическая, которая говорит о том, что вот если вы были бы мужчина, все было бы по-другому, а вот из-за того, что вы женщина, здесь как будто бы, мне идет как-то, знаете, как какой-то вот религиозный, не знаю, чин, что вот допустим, мужчины в религии, да, у них какие-то одни права, а женщина, она, например, может быть, не знаю, только монахиня, или там, может быть, чуть больше, я не знаю, как это там, иерархия какая идет, вот, все равно она, хотелось бы, чтобы она тоже была на лидерских каких-то пробах, да, здесь что-то такое специфическое, конкретное идет. Хорошо, почему вам нравится вот эта вот ваша яркость, да, то, что я говорила, вот ускорка, потому что это вас наполняет эмоционально, потому что это вот как раз таки, вот то, что вам нравится в себе, это то, что дает вам жизнь, вот это вы получаете эмоции, что для вас немаловажно, а почему вам не нравится в себе то, что я сказала, потому что это дьявол, потому что здесь идут какие-то проверки, да, искушения, зависимости, потому что вы как будто бы зависимы либо от какой-то системы, да, вот здесь вот десятка педагоги про это говорит, либо зависимы от какой-то системы, либо зависимы от какой-то семьи, здесь какие-то, какие-то правила, уставы есть, поэтому вам не нравится, как будто бы то, что вы еще и за это переживаете, не знаю, здесь такое чувство, что вот как будто бы, например, в школу военных, да, берут только мальчиков, ну, например, какого-нибудь суворовского училища, а девочек как-то не очень, вот вам вот это вот как-то не нравится, потому что у вас есть как будто бы все способности, навыки, чтобы вы были наравне и, возможно, даже в некоторой степени лучше, да, больше впереди, то есть вам очень важно вот эти вот ваши лидерские качества показывать, а здесь вы как будто бы ощущаете себя привязанными к какой-то системе, здесь убеждения какие-то есть, правила, которые говорят, что вот допустим, мужчинам это можно, а женщинам нельзя, либо вот этой категории людей можно, а вот этой категории нельзя, здесь вот как будто бы вот это, вот вам поэтому это не нравится. Такая у меня была и третья позиция, я хочу поблагодарить всех за внимание, за ваши лайки и комментарии, не забывайте, что в пятницу в разделе сообщества я выкладываю анонс про гейцы и периодически выкладываю статей либо какие-то иные анонсы, то есть не пропускайте их, пожалуйста. А я с вами прощаюсь, до следующего склада, всем пока-пока.